Сегодня будем править атлант молодому мужчине. Для тех, кто не знает, атлант – это верхний шейный позвонок, опора черепа. Чаще всего подворачивается в родах и в ДТП. Диагностика. В лежачем положении ищем затылочную кость, прикрепление разгибателей шеи сзади. И от самого затылка, от самой задней точки ведем по сторонам, вдоль края затылка. И если шея расслаблена, то пальцы упираются в поперечные отростки атланта. То есть сам атлант – это костное кольцо с двумя поперечными отростками. Торчащего назад отростка, типичного для остальных позвонков у него нет, можно найти только поперечные. Поперечные в норме на одной линии. Здесь мы наблюдаем вот такую картину. То есть видите, как у меня руки скручены. Вот настолько же атлант перекошен на настоящий момент. Вот ту величину, что здесь можно считать небольшой, есть гораздо более крупная. То есть есть и 30 градусов, и 35. Бывает и сильнее, но человек в таком положении уже не ходячий. Он, как правило, лежит в больнице. Или лежит дома, если сильное головокружение и ничего конкретного врачи не ставят. Сейчас рассчитываю, что за один раз мы поставим техника растяжения всего позвоночника. Несколько раз растягиваем продольно, чтобы расслабить мускулатуру. Можно повибрировать, можно несколько раз потянуть. Теперь все, что я должен сделать, это сочетать растяжение с поворотом на ту сторону, которая выше. Если человек у меня лежит. Мышечный спазм, если он не готов, будет мешать. Поэтому разминаем мышцы кивковыми движениями. И в принципе все. Сейчас проверяем. Да, скорректировали. Еще несколько растягивающих движений. И мы закончили. То есть выглядит это достаточно просто, потому что он уже знает, что будет. То есть мускулатура размята, имеет представление, как я буду работать, не напрягается. Если человек напрягается, то вот таких вот движений приходится делать 10 и больше. Но в принципе делается все за один. То есть растяжение с легким поворотом. Иногда раздается щелчок, иногда нет. Дальше уже работаем с остальными позвонками шеи.